Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Старшиня Гомельского облвыконка Малладимир Дворник провел сегодня в Рогачеве прием грамадян. У Гомель пройшел святочный концерт, присвеченный Дню Жаншин. Гомельское предприемство «Червоный гвоздик» на переде Дни Свято обнародовало прайскурант цен на Кветке. Гомельчанкам пропонуют поспробовать себе в роли инспекторов ДАИ. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Старшиня Гомельского облвыконка Малладимир Дворник провел сегодня в Рогачеве прием грамадян по особистых пытаниях. Поделиться своими проблемами пришли представники самых разных категорий насильництва. От старшиней гаражного кооператива до пенсионеров. Организация автомобильной стоянки, обновление у Чарзена, отрымание жилья, регистрация жилого дома, яки побудованы без необходных по закону узгаднений и дозволов, працевладкование. Причем часто гэтые пытания являются важными не только для конкретных жихаров Рогачева, алей мают значный громадский резонанс. Некоторые проблемы выражать на узровне районной улады не отрывливается уже до статково протяглый час. Но Владимир Шебышев поскарзился на высокий кошт земельного участка. Протпрымальник мая намер открыть лодочную станцию на березе Днепра, яки зараз пустую, алей кошт аренды земли робить гэтые планы малореальными. После консультации из областной землепарадковальной службы Владимир Дворник дае параду заключать договор аренды только на летний период. Это целиком законно и дозволить развивать приватную инициативу. Аренда 42 доллара квадратный метр, это просто невозможно. Такой аренды, брать эту землю и платить такие деньги. Потому что это сезонная работа лодочной станции, 3 месяца. Остальные за что платить? И что я заработаю? Я бы еще мог лет 7 назад открыть, были бы рабочие места, я бы налог платил. Думаю, вот это вот идет непонятно. Благодаря вот этому решению, я надеюсь, последнее решение этого губернатора. Если сейчас вот это решится, это будет положительно. Нотариальные конторы и бюро нашего региона 15-го сяковика проведут бесплатные консультации для усих жадающих. Акция присвешена до Дня Конституции. В этот день специалисты дадут рекомендации по пытаниях проведения нотариальных деянов. Информация про адресы, телефоны и графики працы нотариальных контор и бюро размешана на сайте белорусской нотариальной палаты белнотори.бюай. Подарунком от гомельских городских уладов до надыходящих о 8-го сяковика стал святочный концерт. Урачистое мероприемство разгорнулося у стенах городского центра культуры. Запрошенных представниц пригожей половы человечества спочатку чекала выстава рэча у запотрабованных минавито у жанчин. Тут разместилися предметы, призначенные для соправдных леди, от косметики и оригинальных упрыгоживанев до вытонченных футеровых выробов и кветковых композиций. Протягнулось аурочисто-святочным концертом. Подчас его со сцены узгадали жанчин, які неколе унесли значную кладу развития гомеля и тых, які зараз мкнутся протягивать гэтая славная традиция. У зале поспяховая у розных сферах дзейнасти гомельчанки. Жанчины, які працюють на ровні з мушчинами і умело сумешаюць кар'єру з ролей клопотливых жонок і маті. Почас урочистості гучала шмат віншавання і пожадання у адрас прихожей половы чоловецтва. Гости отримали кветки і добрый святочний настрой. Я хочу всі гомельчанок поздравить с наступаючим 8 марта. Хочу пожелать, щоб лица всех наших жанчин в этот день осветила улыбка, щоб ви по-настоящому були счастливы, радувались жизни, щоб ви, і ви, а це наша задача в першу черзі, жили під мирним небом, любви, счастья і благополучия вам, дорогі гомельчанки. Незвучайне віншавання до Міжнародних ажанавчага дня підрихтовала обласная ДАИ. Державта інспекторы выстроили службове ауто таким чином, каб отрималася лічба 8. Дарайші сюрпрызы ад обласной державта інспекції чекають аутоледзі і восьмого сакайвіка. З 11 до 12 годин патруль буде сустракать жанчин водителів на площі Ленина обласного центра і пропонувати їм поспробувати себе в ролі супрацівників ДАИ. А крім'я таго, дельницам акцій урушать кветки і пам'ятные подарунки. Каб мушчины порадували своїх любимых яркими вясновыми букетами і не платіли при гэтым утрая дорожей, гомельське прадприємство «Червоных гвоздік» на пяре до дні свята обнародувало прайскурант цен на кветки з м'ясцовых тяпліць. Самая популярная у Міжнародный жаночий день тюльпаны будуть каштаваць у розніцу ад 1 рубля до 1 рубля 20 копеек за кветку. На прадприємстве «Червоных гвоздік» їх выгадували 18 тисяч штук. Цены на альчинные ружі будуть вар'ювацца у залежності ад їх выгляду і гатунку ад 1,5 до 4 рублів. Геацинты і крокусы у шклянцы будуть продаваць па 3,5 рубля. У областным центру усяготь 2 фірменные крамы на вулицах Працовной і Аграрной. На пяре до дні свята адкрыцца кветкавы кіоск у Савецкім районі на Рыжицкім проспекці. Чого хочуть жаншыны? Гетое пытане завсёды турбує мушын особлива на пяре до дні свята. Мы провели опытання сярод гамельчанок про тое, який подарунок їх особлива порадує. Підарок. Я даже не знаю. Ну, как люба девушка, наверное, цветы мне тоже хочется получить. Ну, плюс к этому мне бы хотелось много денег, пойти по магазинам. Не знаю, наверное, я бы хотела собаку. Честно, Лавлодора. Путешествие хочу. Можно даже самое близкое. Наверное, очень просто, чтобы любимый человек был рядом. Он живёт в другом городе, поэтому только чтобы он приїхал. Любви, внимание, оно и так есть у меня. Для меня это будет сюрприз. Да, то, что я хотела, меня уже купили. Поэтому будет очень приятно, очень хочется. Внимание раз в год, два раза в год. И каждый день внимания от любимого мужчины всегда хочется. На работе у нас приятно, нас любят, ценят. Ну, цветы, конечно, штук 8 марта ещё дарят. Самое сокровенное. Очень приятно женщинам получить цветы. На 8 марта я хотела бы получить новую машину. Я бы ехала куда-нибудь отдохнуть. Куда-нибудь. Не обязательно далеко. Можно в ближайшее зарубежье. Так как мой парень в армии, хочется, конечно, отметить с ним, чтобы он приехал в этот день. И отметить вдвоём. А вообще, настоящего женского счастья хочется. В этот день навсегда. А мне муж уже сделал подарок на 8 марта. Он мне купил велосипед. На какой-нибудь букет сульпанов и провести этот прекрасный день с ним. Цветочки. Цветочки. У Гомельской городской клиничной больницы номер один презентовали выставу рукотворных экспонатов. Яна створна самими работниками медустановы, а так само членами их семья. У актовой зале больницы разместилось великое множество оригинальных речев. Вышитые ляльки, домики цацкие, шкатулки и упрыгоживание. Креативные картины на шкле. Выставу примерковали доголовного весного свята 8-го соковика. У делу её приняли работники усих отделений в больнице. Это соправдные профессионалы у медицинской деятельности. А еще вельми творшие особы. Дарая же незвычайная экспозиция, это еще из поборництва. Представленные работы оценят члены журы, после чего авторы лепших отримают прызы от профсоюзного комитета. Номинации будут разные. Это первая номинация, это лучшее украшение от отделения. Какой стол будет самый от отделения украшенный. А потом будут номинации по оригинальным экспонатам. Либо же потом будет номинация по самым красивым экспонатам. Мы не знали, что будет на конкурсе, поэтому даже не объявляли номинации, потому что мы не знали, что будет представлено. Это сюрприз и для нас, а потом будут уже сувениры, сюрпризы для победивших. До инших тем выпуску. На усих реках у Минской области означается рух леду и росту с ровню воды. Як поведомили областным гидрометцентры, дзённые плюсовые температуры дали старт активным весновым процессам на реках. По усюдно означается крыгаход. Практично целиком очислились от леду, Припять и участок Сожа, каля Гомеля. Зараз усе реки региона дают росту с ровню воды. Что суточно их уздым варьируется у межах от 8 до 20 сантиметров. При этом на особных участках таких рек, як Припять, Птич и Убарть, вода вышла на пойменные земли. До небеспечной отзнаки наблизился узровень воды у рациз Случ, каля населенного пункта Ленин Житковицкого района. Однако у инших районах в области ситуация на реках целком отказывает температурным умовам и покуль хвалявания у специалистов не выкликая. И опошнее поведомление сегодня на передании свята вечерняя интерактивная передача «Добрый вечер. Гомель» запрашивает поговорить про слова кахания и любови. Гости и ведущие программы берутся теоретично подрактовать до 8-го сыковика представников моцной половы человечества. Для этого сгадают лепшие поэтичные и музычные творы, присвеченные женщине и тропяткому почутю. А так само звернуться до традиционных белорусских сродков захования ладу и сгоды у семьи. Глядите «Добрый вечер. Гомель» сьогодняя в 20.35 на Беларусь. На этом выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире.